Проходит десятилетие и меняются поколения, но хайское племя никак не выйдет за пределы заколдованного геноцидального круга. По признаниям пропагандистов армяне оказывается после завоевания независимости сделали ключевой составляющей внешней политики борьбу с преступлениями против человечества. Усилия и средства, направляемые на так называемое признание и осуждение геноцида армян, только наращиваются, чтобы фальшивая пропаганда обросла массой и задавила сознание обманываемых людей. Ереван внушает зарубежной аудитории мнение, будто раскрытие геноцида имеет не только моральный аспект, но и коррелируется с проблемой безопасности. Получается, что бремя этой огромной ноши несет на своих плечах Армения. Но спрашивается. Как может республика, осуществляющая политику экспансии, выдвигающая дерзкие территориальные претензии к соседям, наконец постоянно провоцирующая военные конфликты, выставлять себя в образе миротворца и доброго соседа? Вопрос абсолютно не риторический. Легко провозглашать высокие цели, вуалировать захватнические цели и задачи, наконец облекать в цивильную форму гнилую сущность намерений и шагов. Но действия-то говорят об обратном. Страна-агрессор по определению не годится на роль гаранта безопасности, из нее не получится региональный интегратор. Потому что ее национальный ресурс заточен на перманентное противостояние с Турцией и Азербайджаном, в лице которых Ереван видит врагов. Кстати, в национальной концепции безопасности Армении два соседних государства обозначены в качестве вражеских. О чем после этого можно говорить? Засоряя информационный фон, выбрасывая во внешнюю среду идеологическую шелуху, Ереван обнажает неспособность выстраивать отношения с соседями, на корню отвергает политику добрососедства. Наращивая дурной идеологический экспорт, дозорные на дальних рубежах интенсифицируют распространение ядовитых разработок о преступной сущности Турции. Политику Анкары они называют преступной, нарекая власть президента Реджепа Эрдогана Хунтой, которая де применяет в отношении определенных слоев своего общества политику жесткого диктата. Навязывая соседу перманентную борьбу и вынуждая его к активной обороне, Армения безуспешно желает сформировать антитурецкую коалицию, ностальгируя о суровых временах Антанты. Горе армянских политиков в том, что они отвергают уроки истории вопреки здравому мышлению. Форсируют конфронтацию, не отдавая себе отчета в том, что за свои злые умыслы расплачиваются будущим своих поколений. Касательно событий последнего времени и Второй Карабахской войны, они неистово обвиняют Турцию в подрыве международной безопасности и мира, переводя акцент на фактор поддержки Анкарой позиции Баку. И тут как тут муссируют тему гуманитарной катастрофы, которая будто бы настигла армянское меньшинство Азербайджана и саму Армению. Утверждать, что Турция приняла прямое и решительное участие в развязывании Азербайджаном новой широкомасштабной войны против Карабаха, является верхом бесстыдства, лицемерия и жалкой беспомощности. Авторы корявых инсинуаций Нарачита обходят стороной первопричины Карабахской трагедии, унесшей тысячи жизней. Разве Анкара в начале 90-х санкционировала нападение Армении на Азербайджан? Раздув огонь войны, Ереван превратил бряцание оружием в излюбленную забаву, временно оккупировав азербайджанские земли, заговорил вдруг о неотвратимости освобождения западных территорий, имея под ними в виду земли современной Турции. Так куда же подевалась логика? Неужели армянские пропагандисты не понимают, что выставляют себя в неприглядном свете, обнажая собственную безграмотность? Нет у Азербайджана и у Турции антиармянской политики, а есть политика тюркофобии и исламофобии в самой Армении, которая и мотивирует ереванских националистов на формирование пояса ненависти и вражды, обращенного против соседей. Правда армянской пропаганды лишь в одном. Найдя после долгих скитаний пристанища на тюркских ареалах, не нашли в себе здравомыслия, чтобы по достоинству оценить гостеприимство подлинных хозяев земли. Если Армения и дальше будет наращивать злую пропаганду против соседей, ставить на рельсы войны новые поколения, держаться руками и ногами за территориальный вопрос, он не только останется в одиночестве, но и живет себя. Азербайджана Турецкий союз если и существует, то борется с уродливым армянским эгоцентризмом, не дает возможности мракобесам доминировать в регионе. Это объясняет, почему цивилизованный мир дистанцируется от армянского радикального максимализма. Беда армян в том, что разучились извлекать уроки из истории. Мир, цивилизованное сообщество развернутся в сторону армян, если они избавятся от синдрома невыученных уроков. В противном случае Армения так и останется мировым захолустьем, превратится в геополитическую мелочевку. Подавление мирового зла, на что пытаются обратить внимание горе-пропагандисты, как раз и произошло на Кавказе. Азербайджан обломал крылья армянскому радикализму, став надежным гарантом нового порядка. Как бы армяне не крутились, прыгали и сочиняли сказки, с этим невозможно не считаться. Как говорится, у правды нет температуры. Спасибо за просмотр.